Просто чертовщина какая-то! Следователи Копейска вынуждены изучать выпуски программы «Битва экстрасенсов». Именно из-за этой передачи по одной из версий в поселке Октябрьский погиб 11-летний школьник. Наш корреспондент расскажет подробнее. Маленький поселок Октябрьский, дом по улице Гагарина. Ребенка нашли повешенным на дверной ручке. В этот момент отец находился в соседней комнате, укладывал младшего сына спать. Если он сонную артерию пережал, все, опустился, ослаб, а там уже все, не вытащишь. Петли-то, говорит, не было, просто он, может, перемотнулся или как бы. Отец бросился спасать сына, но было уже поздно. Мальчик не дышал. Даже бригада скорой помощи не смогла откачать ребенка. Мальчик хороший, семья хорошая. Говорят, телевизор насмотрелся. Вот детей-то учат. Вот это битва экстрасенсов, что ли? Просмотр программы «Битва экстрасенсов» довел до суицида. Так считают и в Следственном комитете. Семья благополучная, проблем не было. Но на каникулах ребенок буквально не отходил от телевизора. Мальчик, учащийся от школы номер 3 города Копейска, на новогодних каникулах в течение трех дней, со слов его родственников, осуществлял просмотр передачи «Битвы экстрасенсов». Вот тот самый выпуск, после которого школьник покончил с собой. В передаче рассказывалось, как подростки испытывают так называемый собачий кайф. Суть этой игры в том, чтобы довести себя до асфиксии. И в момент потери сознания начинаются галлюцинации. Видимо, школьник тоже решился попробовать собачий кайф. Вот и погиб.